Песня и танцы сейчас, а в спортивный сезон полная концентрация на футболе. И это дает свои плоды. В футбольной школе Алексея Смертина сейчас 39 групп разного возраста. И все они на протяжении 23-го года забирали призовые места. Как на городских, так и на краевых, сибирских и всероссийских турнирах. Мальчики 2006 года участвовали также в первенстве Сибири и Дальнего Востока, заняли второе место. Это основные достижения, которые я считаю более значимы. Также команда взрослых стала вторым призером первенства края. В различных турнирах у нас очень много в первенстве города команд стало победителями. Настоящим прорывом года можно считать женский футбол. В прошлом году впервые Российский футбольный союз организовал юношеский турнир среди девочек до 14 лет. Наша команда «Алтай» под руководством опытных наставников выиграла золотые медали. Набрались опыта и познакомились с необычным регламентом турнира. Был интересный проект, необычная система начисления очков. Мы за каждый забитый гол получали 0,5 балла, тем самым за одну игру мы могли заработать до 7 очков. Интересная система, я думаю, что в 2024 году не продолжит эту же схему. Всего по итогам 2023 года различные подарки от друзей и спонсоров школы получили порядка 100 игроков. Одна из главных задач на предстоящий сезон – успешное выступление парней в юношеской футбольной лиге. На ЮФЛ зайти в тройку нужно. Нужно работать над реализацией, чтобы больше моментов забивать. Сезон для юношей стартует в мае и хочется верить, что и в этом турнире «Алтай» поднимется на пьедестал. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.